друзья и дорогие трейдеры всех приветствую с вами пидором рауфи и у нас ежедневный обзор рынка в течение которого мы разберем ситуации которые на рынках на фондовом рынке на форекс рынке также на крипторынке с прошлого раза посмотрим что у нас получилось какие движения мы смогли передугадать когда же это неопределенность закончится на рынках и новостной фонд уже разберем экономический календарь технические моменты потенциалы движения в течение дня на нескольких инструментах обязательно разберем не забудьте если будут вопросы возникнут вопросы или же комментарии у вас обязательно комментируйте напишите в комментариях видео и в случае есть какие-то активы которые вы хотели чтобы я их разобрал к следующему разу понедельник то тоже напишите какие активы вас интересуют завтра позавтра выходные на фондовом рынке и на форекс рынке поэтому мы крипту тоже сегодня разберем чтобы было чем заниматься на выходные как говорится как мы видим на фондовом рынке азии особенно из-за распространения это штамма уже давно кстати об этом шла речь и опасение о том что в случае есть и дельта китай сильно распространяется об этом конечно не особо то и обнародовать какие-либо новости но япония как бы говорить прямо что да она под угрозой вот этого всего находится и индексы тоже япония как видим красный уже относительно давно и смотря на кроме этого япония и китай они оба помощь стимулов финансовых уже давно свернули то есть они уже этого не делают мне это само по себе тоже улучшает ситуацию и сам факт что китай еще ликвидность давно начала снимать с рынка и есть общем опасения по поводу всемирной экономики то есть но вот это опасение остается она увеличивается набирает обороты сильнее 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 и она же еще чувствуется и на фондовом рынке сша где уже долгое время происходит некое не очень хорошее формирование определенных фигур которые не дают на самом деле торговать более-менее хотя бы без больших рисков на форекс и даже на фондовом рынке эта ситуация сейчас продолжается и это называется расширяющая информация мы о нем кстати говорили еще пару дней назад потому что эта ситуация все еще продолжается посмотрим увидим что на самом деле происходит это у нас график распространение вируса дельты на сайте bloomberg со вчера упоминали что развивается продолжается приближаемся к тем максимум от которых отбивались прошлые холодные как говорится сезоны и не похоже что это этот тренд будет идти на снижение вчера вышла новость о том что а по поводу эффективность вакцин в том что они снижаются и так далее из-за мутации из-за того что существует такой штамм дельта и так далее она распространяется и кстати на почве этого золото получит довольно хороший импульс золото получил довольно хороший импульс как мы видим и в итоге по итогам снижения она даже не пошла ниже локального минимума и снова пошла вверх насколько этот потенциал иметь еще место чтобы идти посмотрим тоже по графику чуть позже разберем и по поводу сегодняшняя тема по поводу азиатских рынков два индекса японских никей и топ x разберем они конечно смотрятся сильнее чем любые китайские индексы но несмотря на это тут есть потенциал дальнейшего снижения по никей до 26 тысяч долларов а по топиксу кстати тоже тут есть потенциал локальные минимумы могут пробиваться локальные ближайшие поддержка по факту прорывается 18000 40 18 и извините 1850 1850 дальнейшая цель скорее всего по топиксу это у нас дневная этого с дневные графики если переключаться на 15 минут на то лучше будет видно да у нас локальной поддержки и вот это поддержек куда она может направляться в будущем из-за этого новостного фона и никей 26000 сказали поддержка локальная прорвана и 26 что по факту какая-то историческая отметка которого тут не видно на 15-м на на часовом более или менее видно его ожидатель разворота друзья никто не может сказать ждать разворота сейчас пока азиатские рынки начинают перед притормаживать снижение рынок сша может чуть-чуть подниматься когда рынок сша начинает сильнее падать потом азиатские рынки немножко начинают притормаживать снижение но это все очень 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 показатель того что ну реально в деньги не уже не в не в рынках кстати об этом и ранее говорили о том что деньги уже не в этих рынках они по факту из-за некоторых аналитических статей которые вышли вот с голден сакса и джейпи морган где-то месяц там назад о том что по факту уже все что происходит на рынке акции сша особенно за счет выигрыша по отчетности по прибылим эти гигантов это происходит и это все байбеки это все оценки которые по факту не имеют никакого веса исходя ну сравнению с того будет только тем убытком которые есть и 100 инфляция которые существуют и целом из-за этого акцентировали больше всего на то чтобы давайте в защитные активы все уже уходят защитные активы и все хэнг сэнг их гонконгский индекс вчера ставили на его снижение на прорвало локальными акции по хэнг сэнг они говорили по поводу шанхай композит говорили по поводу шэнжэн композит что они прорвут минимум они прорвали минимумы но они остановлю остановились тут у меня есть подозрение что расширяющаяся формация снова намечается и давайте есть ли выше 33 3450 то это хорошо если отобьемся от этой отметки или же пойдем ниже 3 3400 то это нехорошо позже по шанхай композит тоже самая ситуация скорее всего да мы прорвали локальный минимум как и вчера говорили и цена спустилась ниже но тут есть какая-то консолидация с другой стороны друзья тут больше похоже на расширяющую формацию и в таких ситуациях тоже очень опасно торговать и студии тут и не покупку не купите и не продадите почему потому что тут все просто стопы разносятся по всем странам и посмотрим на фондовый рынок сша что тут произошло после 500 со вчера мы все-таки получили разворот это разворот это разворот находится гораздо дальше линии тренда но этот разворот по доу джонсу был именно от линии тренда то есть по факту если по поводу с 500 и есть какие-то сомнения лучше сейчас из-за технического технической картины она гораздо лучше на нас таки она гораздо лучше на должности чем на себе пиццу и лучше по ним судить дальнейшее движение техническое движение с цены соми 500 сейчас покажу вам еще и нас так вы прям конкретно увидите что тут намеки на разворот есть относительно при тесту и подтверждение вот этого минимума если мы конечно спустимся ниже 4 14500 то это уже как бы не подтверждение тоже плохо 41500 лучше же ниже этого уровня цена не закрепилась а если ставить закрепимся то уже только бы не под никого не подтверждение а поджатие вниз но тут консолидации есть тут есть подтверждение вот он минимум пока что и это довольно хороший сигнал этого сигнала сэмпи нету в сэмпи есть очень такой малюсенький сигнал где вот он выражается отображается начнется на таймфрейме как вот такая конфигурация свечная но друзья обращайте внимание мы уже в течение недели неоднократно находились в рамках расширяющейся формации вот здесь вот расширяющейся формации тут вы не сможете торговать никаким образом здесь то же самое по факту расширяющейся формации это даже с трудом консолидация вот здесь вот здесь тоже по факту перед тем как даже никуда не идти он просто даже консолидировалась перед этим даже разнесла всех но относительно вот то есть такие картинки когда видите лучше убегаете просто на заборе посидеть и все в общем по поводу китая напомнили что тут вероятность разворота но его очень мало потому что мы ниже вот этих поддержек и в случае если поднимется над ними если это будет в рамках вот этого расширяющейся вот это расширяющейся формации вот этого рупора о котором мы говорим то ну это закончится последующим скорее всего что и снижением или же опять же ты там сразу не купить ничего если дело идет о спекуляциях и посмотрим на индекс доллара США как он себя чувствует облигации конечно же не очень хорошо себя чувствуете за некоторые моменты по обратному репо они продолжаются банки зарабатывают дофига и больше никто не заинтересован в кредитах но опять же как дело дойдет до повышения ставки как дело дойдет до того что минфин будет размещать уже свои облигации по раз будет их частично покупать то там уже можно будет говорить о росте или же отбое вверх цена облигации то есть ну вот возможно ближайших поддержек но я сомневаюсь что это будет вероятно это будет ближайшее время не много график доллара США со вчера кстати мы акцентировали внимание на то что вот это сопротивление которое сейчас тестируется а боже какая она эстетическая сейчас на самом графике посмотрим вот она с 30 конца марта тестируется сейчас цена к нему прижимается мы говорили о том что друзья мы ждем разворота мы ждем разворота 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 поэтому насколько его можно считать хорошим хорошей фигурой для того чтобы ставить на последующий разворот мы находимся выше выше предыдущего сопротивления поэтому спекулятивный рост тут вероятность тоже есть почему просто находится выше предыдущего сопротивления какой бы тут клин восходящий возле вершины не было о развороте максимально чтобы там не ошибиться на максимум 93.40 93.20 цена может развернуться и тестировать а если спекулятивно это сделает то дальше скорее всего рост нас ждет по доллару США доллар США пока не под давлением пока корона в полном ходе дельта штамм распространяется и по факту доллар тоже может превращаться в защитный актив в прошлые разы когда это происходило доллар тоже превращался в защитный актив за счет просто спада фондового рынка и сейчас ситуация тоже похожа но единственное что есть и мы в ближайшее время думаем о том что фондовый рынок будет развернуться вверх хотя бы коррекционно в ближайший сегодня день то скорее всего у доллара тоже есть потенциал нисходящей коррекции такой малюсенькой коррекции короткосрочной в течение которого можно торговать что-то в течение дня исходя из этой логики исходя из того что у нас календарь очень пустой Канада в 3.30 по Москве базовый индекс розыночных продаж плюс окей хорошо но нефть падает поэтому любая статистика по Канаде ну нефть сильнее влияет на доллар Канады чем любая статистика по Канаде это факт поэтому мы учитывать не будем это все в общем вероятность вот этого малюсенького разворота со дна рынка доу джонс на него указывает смп 500 очень опасно на него то есть ну очень опасная картина но если ставить тут на разворот тут нужно быть на самом деле очень смелым и есть такая вероятность если вы знакомы с этими фигурами с тем что мы поддержку не пробили и тут по факту немножко фигура похожа на исходящего клина и в целом вот это подтверждение является довольно хорошим то можно ставить на разворот но чтобы не случилось снова очередное очередное расширение которое кстати и здесь есть она и здесь есть чтобы она не повторялась поэтому риск увеличивается потенциал риска то есть зона для риска которую вы раньше выделяли например 1 к 3 сейчас вам придется делать 1 к 1 и это неправильно исходя из этого можем ли ставить на рост евро gbp фунта австралийца новозеландца и так далее исходя из того что мы говорим что доллар получит какой-нибудь короткосрочный разворот намеки на него есть если смотреть на на картинки 15-минутного графика на евро usd с прошлого раза кстати мы так и остались под 1.17 и так и остаемся под этой отметкой но единство что мы к нему поджимаемся якобы прорвет ли прорвет ли цена эту отметку если импульсивно исходя из того что здесь у нас накопление уже есть если эта отметка будет импульсивно протестироваться то этот импульсия очень быстро стихнет то есть дальше у нас ждет скорее всего разворот последующие снижения поэтому друзья замечайте обращайте внимание мы уже ниже нижней нижней границы канала из которого вы ушли но все равно этот канал довольно среднесрочный довольно долгосрочно и иногда бывает канал когда долгосрочные его ретест может показаться что цена высшая за рамками этого канала но со временем ценок может снова развернуться и потереть то есть эту ему ретест категор conclude средносрочных каналов может показать что цена в какое-то время вышла за рамками этого канала это может дать вам неправильный сигнал поэтому я бы все-таки набрал бы смелости сказал что наверное мы ждем какого-то разворота опять же насколько можно быть в этом время я не знаю смотрите расширяешься формация на которую я попал вчера здесь gbp фунт доллар у фунта есть потенциал последующего снижения она к счастью еще не прорвала локальный минимум она близоками прошлого раза со вчера мы находились ниже вот этой поддержки как бы говорили о том что цена в случае стены и останется ниже этой поддержкой то пойдет ниже как мы видим она пошла ниже и приближается к уже целевой отметки 1 3580 есть и амперитуда начнет снижаться который сейчас и происходит если мы увидим такие формации как расширяющийся как здесь вероятнее всего что у нас все таки впереди какая-то минимальная коррекция вверх есть это для внутри дня австралийц ситуация тоже сама очень похожая но единственное что мы тут тоже кстати в районе грузи пожалуйста в районе нижней границы нисходящего канала да мы вышли за его рамками но этот канал очень долгосрочный довольно такой среднесрочный долгосрочный канал поэтому ставили на дальнейшее снижение возможно все таки разворот скоро будет то есть мы сейчас находимся на грани вчера об этом говорю что мы находимся на грани и сегодня тоже мы находимся на грани у многих инструментов консолидации кроме фунта почему потому что у фунта и так потенциал снижение есть то есть она может по факту ничего не бояться у него смотрите где фунт по факту находится кого-то по отношению к доллару на дневном графике смотрите не хочет грузить смотрите по моему евро грузит да и по факту евро она уже ниже вот этого минимума то есть предыдущего минимума и поэтому по поводу фунтам относительно можно быть еще более более позитивным чем по поводу евро сожалению или к счастью потом новозеландца ситуация смотрится кстати консолидация у нас идет и со вчера мы особо и не спустились и но 68 значит очень хорошая отметка среду того чтобы ставить на дальнейшее дальнейшее движение цены насколько на 68 у нас исторически относительно тут больше есть диапазон чем какая-либо отметка тут есть зеркальный диапазон в котором цена находится 06740 069 пусть с этого диапазона выйдет потом решим куда цена дальше будет двигаться либо же отложенные ордера можно ставить выше или ниже этой этого диапазона сервис среднесрочной торговли это уже не внутри дня а для внутри дня тут расширение идет я не думаю что с хорошее время для торговли но в случае власти вы очень профессионально или же вы не учитываете от соотношения прибыли к риску один к трем и делать один к одному и даже меньше то скорее всего можно опять же какова система вы должны сам рассчитывать по поводу золоте поводу его всплеска с прошлого раза то на что мы акцентировали внимание на часовом графике золото смотрится все равно позитивно хорошо пока мы находимся выше 1770 и вероятность будущего ретеста 1800 все еще и есть то есть а тут по поводу золота нельзя быть негативным невозможно быть негативным пока еще рамки консолидация как мы видим есть но в ближайшее время я думаю что лучше отталкиваться от 1780 и в случае если сама к нему приблизиться то скорее все это хорошая возможность продление покупок друзья обращайте внимание что все что я говорю это не сигнал это не рекомендация просто мое мнение о дальнейшего ценового движения рынка серебро о котором просили чтобы мы постоянно его разбирали кстати вы можете попросить чтобы мы ваши активы разбирали ежедневно вы просто иногда пишите что разбирать я его разбираю на следующий раз если вы хотите его постоянно разбирать пишите там разберите вот этот актив с какого-то там с какой-то какой-то дате его разбирать а вот писали по поводу серебра чтобы его раза разобрать одновременно золото после золота сразу же и мы это делаем консолидация по серебру тоже довольно хорошо смотрится так же как и ему вчера говорили по поводу биткойна повода эфириума что они очень хорошо смотрят они просто не прорывают локальную поддержку они консолидаются над ними и довольно хорошие тени делает и в целом они консолидируются они не расширяются то есть последнее время и довольно хорошая довольно хорошо смотрится доллар-франк конечно же на почве роста доллара все еще над поддержкой 091 60 где-то тоже довольно хорошо и возможно кстати можно этим диапазоном пользоваться с целью дальнейших покупок для доллар-франка евро-франка то же самое просто единственно что евро не такая сильная как доллар и этого видно на графике максимумы снижаются поэтому по поводу покупки евро-франка я не очень уверен по поводу и доллар и иены тут тоже сильный доллар относительно его видно но и сильная иена друзья почему потому что я на больше нет японии больше не дает стимулы и божьего он как бы снимает снова ликвидность япония несмотря на то что коври там распространяется и несмотря на то что даже как бы сильно валюта им-то не особо нужно но при этом япония пока смотрится очень сильно и конечно же ставить на покупку доллар единственно что выше по итогам укрепления над 109 800 в рамках с 9 800 109 600 могут произойти очень резкие движения в течение которых вы не сможете забрать ничего потерять скорее всего сможете по нефти со вчерашнего дня мы ставили на дальнейшее снижение до 62 долларов если помните и опять же напоминаю это все не ставки это все не прогнозы прям такие точно это просто мнение причем потому что мы находились под 64 долларов и тут было накопление энергии мы просто сказали что скорее всего диапазон 64 62 будет тестироваться цена пошла к 62 доллара сейчас обратно хочет прорывать или же подниматься на 64 есть определенный сигнал говорящая в это но последующей цель исходя из того что доллар все-таки сильнее нефти пока еще мы возьмем не 66 а 64 80 максимум 64 80 64 60 плюс протестируется если сильно эти отметки протестируются сильно спекулятивно сильно импульсивно то это признак того что сама разделена снова вниз и продлится свои снижения есть и умеренно цена поднимется на 64 амплитуда сохранится не сильно низко как сейчас а в нормальная как например я не знаю там здесь то цена дальше поднимется может подниматься даже до 65 или 65 60 поэтому 65 60 в лучшем случае может протестироваться в дальнейшем сильное расхождение на часовом графике между 50-дневной скользящей средней 200-дневной тоже указывает на то что вероятность этого всего существует асселятор стахастика отбивается от перепроданности есть некоторые сигналы о том что вероятнее всего пока еще продлится восходящий тренд поэтому можем ставить на снижение доллара скорее всего если мы то есть сценарий такой совпадает в целом для внутри дня это все что мы говорим все это для внутри дня это никакая там не среднесрочная здесь не среднесрочный прогноз и конечно же со вчера юсдк тоже вырос по итогам снижения нефти и выше 1.28 до 1.2880 то есть 1.29 по факту цена может развернуться вниз и пуст поддержкой для нас будет 1.2740 1.28 может протестироваться импульсивно если она протестируется импульсивно то это признак того что цена может дальше притормаживать снижение максимум спускаться до 1.2740 а потом дальше начинает укрепляться поэтому это нужно обращать внимание в целом мы находимся больше максимумов но для для нас это особое значение не имеет причем потому что пока еще нефть может дорезонуться снова вверх то есть нефть находится на такой грани где он может просто ну у него есть конечно потенциал дальнейшего снижения тоже в средние сроки но в краткосроке он может просто притормозить притормозить свой свой снижение и начинает расти из-за этого юсдк от может снижаться может пойти к 11 к 1.28 и 1.2740 по биткоину и по эфириуму если помните вчера мы говорили о том что цена тестирует нижнюю границу канала и скорее всего развернется вверх это случилось и импульс был довольно таким хорошим перед ним была расширяющаяся формация да вот это опасная штука которая здесь который здесь здесь вы нет здесь даже его не это относительно есть но чуть-чуть это не консолидация друзья это расширяющаяся формация это самое опасное создание на форекс графики на графиках целом сейчас нас консолидация возле отметка 47000 у нас целевая отметка 47000 мы ими пользуемся очень часто они тестируются очень красиво и в данном случае это может быть сигналом последующего снижения коррекционного единственное что радует то что мы выше 46500 это сопротивление и накопление которое сейчас происходит целом после какого-то нисходящего импульса может продлить рост но 47000 это отметка целевая 357 по биткоину это целевые отметки которыми пользуемся эти отметки работают и в целом вот это расширение который здесь среднесрочное не очень радует поэтому мы перед угадали вчерашний импульс ну и хватить его а если вы хотите пользоваться следующим плюсом которые него будут этот импульс он может быть очень сильно спекулятивным просто дать вам надежду может даже сильно сильно пойти вверх но не смотря на то он может очень резко пойти вниз то есть создать продолжение этого этого расширения расширения дальнейшим снижением вниз обращайте внимание что мы находимся возле 50 тысяч по факту долларов и тут у нас после 50 тысяч долларов тоже и зеркальная диапазон и средние сроки цена биткоина может развернуться вниз и пойти снова к 40000 37000 поэтому пока все хорошо но отталкивайтесь от этого канала и в целом за его рамкам не торгуйте этот канал по пробою не торгуется только под будет скорее всего потому что расширяется информация она очень аккуратненько и не сильно широкая но она может расширяться будет так сильно что просто у вас выбить и по фильму тоже нисходящий нижняя граница восходящего канала протестироваться цена пошла вверх 3200 долларов целевая отметка пойдете выше нужно быть очень осторожным если пойдет лучше то он пойдет уже 43 тысяч четырех ста также как и биткойн если он пойдет выше то он пойдет уже к пяти пятидесяти тысячи то есть они будут протестировать максимум и если он ближайшее время даже не дотронется до этих максимум это признать того что цена все-таки уже уже будут разворачиваться поэтому найти все факторы обращайте внимание спасибо что посмотрели этот эфир если вам понравилось обязательно ставьте плюс ставьте лайк плюсики ставите тоже когда будет эфир если будут вопросы или же комментарии обязательно их укажите внизу в комментариях и если будет какие-то активы у вас чем вы торгуете и вам было бы интересно о них знать денежные движения и же какие-то вопросы касательно фонду в касательно фону новостному фону то обязательно тоже об этом пишите на все ваши вопросы к следующему разу ответим следующий раз понедельник увидимся до понедельника всем хорошая торговля не забудьте у нас будет еще в три часа эфир по разбору сделок для демоконкурса и там и разберу сделки которых открыл во время расширяется информации на рынке будет очень интересно всем хорошей торговли и до скорой встречи пока пока